А хотите посмотреть, как выглядит обновленный Орион? Хотите? А пожалуйста! Вообще никаких проблем нет. Кстати, сюжеты эти очень любимы мелкими человечками. Они прекрасно понимают, как не обидеть ни маму, ни папу. Но в итоге будет праздник. Конечно, хорошо, когда есть и мама, и папа. Но когда они дарят игрушки тоже. Так вот, куда мы едем? А вот сюда. Так вот, о чем мы сейчас можем говорить? Мы сейчас можем говорить о том, что фирма Орион стала самым крупным поставщиком игрушек в городе Магнитогорск. Потому что она открыла новое подразделение, которое располагается также здесь. То есть было раз, два, три, а теперь еще и четвертая часть. Конечно, фирма Орион могла бы нас пригласить сюда. И мы бы вам сняли дополнительный сюжет, и мы бы показали музыку здесь. Но с другой стороны, вы и так должны понять, что где самые дешевые цены. Поэтому фирма Орион решила просто поработать с нами, как всегда. То есть мы вам показываем и продемонстрируем, какие новинки у вас появились. Заходим и радуемся. Мы приросли на треть. И теперь круче магазина игрушек-то и нет. Ну и вот, собственно говоря, куда я зашел это нововведение. То есть представляете, да? То есть это уже четыре подразделения. То есть супер, супер. В оконцовке хотелось бы, чтобы было еще больше. Но другой вариант. Что сюда привезти? Да, привезти сюда можно много чего. Сейчас я вам расскажу, что сюда необходимо привезти. Если вы хотите, чтобы это было, лучше забрать последнюю запасную часть. И тогда привезут новую. Я вам покажу в оконцовке, что я хотел бы забрать. Но тем не менее, нововведение. Еще, кстати, выход здесь на второй этаж. То есть на втором этаже здесь будет склад, дорогие мои. Склад. То, что мне сильно-сильно понравилось, я вам сейчас продемонстрирую. Много у моего сына... А такого нету. Это практически замечательный белаз. Представляете, какой красивый и как грамотно сделан. Такого здесь не было. Все, что остальное, я сейчас продемонстрирую вам внимательным образом. Это, естественно, китайцы придумали, не японцы, точнее, придумали медведя. Вот такого. Так вот, такой медведь может много чего вам и рассказать. И попробуйте такую штуку себе еще взять. То бишь, то, что есть. А привезли для вас и велосипеды. Так, велосипедами занимаются многие. Многие занимаются велосипедами. Вы придете и посмотрите. И такое часто случается, что не только детскими велосипедами люди занимаются. Привозят все подряд. В данном случае здесь все абсолютно по-другому. Раз магазин детский, то какие детские велосипеды. Вот. Для самых маленьких, для тех, кто чуть постарше. Вот это, ну, примерно уже 4 года. Я собираюсь сыну такой взять обязательно, потому что без этого никак. Тут они уже сделали из него двухколесный. Потому что, хотя бы он был четырехколесный, но как этот четырехколесный велосипед. Но мы попробуем это дело убрать. Потому что 4 года с небольшим. Я считаю, что в этом возрасте ребенок должен сам ехать. Правильно. Вот. И вот это мне тоже очень сильно понравилось. Вот об этом я мечтал с детства. Представляете? Кстати, в детском возрасте мы смотрели фильм такой был. Не помню, как назывался. Ну, красивый фильм. И там люди стреляли из маузеров. Маузеры. Маузеры настоящие. Это вот один в один, кстати. Вот. Таких вещей просто не было. И такую вещь 100% я себе домой возьму. Обязательно. Но кто им говорил, что товаров должно быть много? Кто? Там, где товаров много, простой. Здесь такого нет. Откупили все, привезут новинки. Главное понять и расхватать то, что есть. Я всю жизнь думал, почему россияне не могут так же качественно писать музыку, как, допустим, американцы. Знаете, почему? Потому что никогда у нас не было ни синтезаторов, ничего. Понимаете? Не было это у нас. Были фортепьяно. Ну, на фортепьяно так красиво можно было сделать, но вы не сэмплируете ничего. В данном конкретном случае все для вас есть. Оба-на! Цена вопроса 1570 рублей, поменьше. Ну, такой же, нормальный. И 1760. Кстати, вот эту штуку рекомендую всем. Потому что она показывает, как пальчики делаются. То есть, если мы начнем активно изучать и работать с синтезаторами, то я думаю, что мы можем сыграть не хуже, чем это делают американцы или прочие там всякие французы, англичане и все остальные. Да легко. Тут-то понять надо. Вы должны научиться со-че-нять. Не играть на фортепьяно, а со-че-нять. Потому как крутых игроков много, но по сути 4 правильных октавы и обработка. И вот вам песня. И вот я вам показал, что здесь все новое. Кстати, не только новое. Новое также еще и оборудование. То есть, представляете, старые были из дерева все сделаны. Сейчас все абсолютно поменяли. Теперь ставят новые замечательные полки из металла. Вот где все это вы будете себе приобретать. Процесс приобретения никаких денег с вас не затрагивает. Потому что, по сути, вы прекрасно понимаете, что здесь все дешево. К счастью, вот то, что стоит передо мной. Сейчас расскажу, сколько. То, что стоит. Сейчас вам будет жестко. Судя по тому, что я прошелся по всему. По всем местам, где вы можете все это делать себе купить. Я вам скажу, что вот эта штука там стоит. Вот такая штука там стоит. В 4 раза дороже. То есть, здесь 5500, 5800, ну ладно. Там практически 20 тысяч рублей. Я вот не понимаю, что вам стоит сюда доехать. Как сюда доехать, я вам уже это дело продемонстрировал. Вот. В других местах очень-очень большое количество радиоуправляемых машинок. Здесь также есть радиоуправляемые машинки. Кстати, вот для маленьких детишек, понимаешь? Ну, на большой в доме ехать, ну как? Это вот то, что у меня на трехкомнатной квартире, чтобы развернуться, там показать. По сути, нет, это не нужно вам. Достаточно маленькую радиоуправляемую машину. Теперь цена вопроса. Ну, цена, она и большая, это недорого стоит. А эти-то 450 рублей. Ну, я вам скажу. Вот такие же точно ценники в Jazzmole. Да, так они стоят 4,5 тысяч. Я не понимаю этого дела. Ну, вот как-то так и получается. Но самое забавное, вы это продавцам объясните, тамошним. Поймете сразу, кто на вас наваривается. И поймете правило. Нефиг работать на аренду. Мы хотим, чтобы игрушки стоили дешево. А где это? А в Орионе. Так вот, дальше я вам ничего рассказывать не буду. Все то же самое, что здесь и было. Приходите, смотрите и естественным образом покупаете. Потому что, вот, посмотрите на меня, да? Я нормальный человек. Взрослый достаточно. Вот. Тем не менее, каждую неделю и каждую месяц я сюда прихожу и постоянно вижу что-то новое. Все то же самое есть сейчас. Итак, доехать просто. Север города и поворот на соленое. То есть, по советской до вокзальной. И дальше налево. Конечно, понимать-то надо. Я бы очень попросил работать до девяти. Было бы круче, с двенадцати. Я бы вам показал, как так работают. Но простите, здесь типа опт. Хотя вставать попозже, это замечательно. Но об этой тематике я поговорю чуть позже. Потому что так надо. То бишь, теперь никаких проблем не существует. Новые торговые площади. Никакого склада в тех местах, которые должны были быть. Склад на втором этаже. Товаров, как всегда, очень много. Людей, как всегда, также большое количество. Цены, естественно, ниже, чем где-либо. И в этом в действительности есть замечательный факт. Дешевле цен, чем в магазине Орион. Попробуйте найти. Если не получается, то возвращайтесь только сюда.